Вы гражданин без маски ездите в автобусе. Почему вы ее не одеваете? Забыли. Забыли? Ну знаете, что есть требования пассажирам, в том числе, приезжающим в общественном транспорте. Забыл, не успел, сейчас надену стандартные отговорки пассажиров барнаульского транспорта. Санитарные требования соблюдают далеко не все. В масках лишь сознательная половина граждан. Вот у вас стоит пассажир без маски. Как вы с такими пассажирами работаете, которых они должны обслуживать? Они же прекрасно знают об этом. Нет. Обязанность по неоказанию услуг указанным губернатором возлагается на вас. Заходят в масках, потом они их снимают. Потом снимают. Кондукторы уверяют, ситуацию контролировать. Пытаются, просят надевать средства защиты при оплате проезда. Но просьбу пассажиры выполняют неохотно. А сколько можно говорить, объяснять людям? Ну высаживайте. Высаживайте. Ну я не знаю, как у вас юрлицо есть. Принимайте какие-то меры. Меры принимать надо и работодателям. Нарушения начинаются уже с главного сидения в транспорте – водительского. Уважаемые пассажиры, кто торопится, можете выйти. На 7 минут отвлеку вашего шофера. Маска, по словам водителя, испортилась. Запасной не было, вот и не надел. Зато теперь придется раскошелиться не только на новое средство индивидуальной защиты, но и оплатить штраф. А он не маленький. Только для пассажиров нарушителей он составляет от 15 тысяч рублей. Для юридических лиц – еще больше. Из четырех проверенных автобусов на сегодня, один шофер был без маски гигиенической. В отношении его составлен протокол по части 2 статьи 6.3, который будет рассмотрен в суде и принято решение в отношении его. Ну скорее всего будет принято решение наказания. Только за лето этого года было составлено порядка 60 протоколов о нарушении санитарных правил по коронавирусной инфекции. Рейды планируют продолжать и осенью. Несмотря на то, что многие уже успели вакцинироваться, расслабляться не стоит. Риск подцепить инфекцию по-прежнему, особенно в сезон урви и гриппа, высокий. София Яценко, Андрей Печоркин. День с толком.